Барнаул, столица Алтайского края, 630 тысяч человек, довольно большой, сравнимо это с Томском, даже чуть больше Томска. Юг Западной Сибири, в падении реки Барнаулки в Обь и основали 1730-е годы как завод, то есть основатель в принципе Демидов. Как часто бывает в Сибири, непонятная этимология, но видимо от реки Барнаулки, а вот почему река Барнаулка так называется, непонятная. И тюркской, скорее всего, нет тут этимологии, предполагают кетскую, потому что енисейские языки, они до тюрков были широко распространены по Сибири, предполагают, что это кетский язык, то есть тюркские не установлены. Ну и еще альтернативная версия – телеутский язык. Официально 1730-й год, Кинфи Демидов с Урала перевел 200 приписных крестьян, заложил завод. Ну принципиально я рассказывал всю эту историю, как на Алтае строили заводы весь 18-й век. Первоначально центр был в Колыване этого горного округа, потом перенесли в Барнаул. Кстати, именно в Барнауле первую в России паровую машину построил Иван Ползунов в 1766 году. Правда, плохо работала и не внедрялась, поэтому я особенно это не обозревал. Ну вот к вопросам Сибири, Сибирь в некоторых вещах была передовая, в частности первые паровые машины именно в Сибири были построены. После отмены крепостного права, как я говорил, стали закрываться заводы, город стал в основном купеческим. В 17-м году, 18-го мая, параллельно с революцией, превзошел сильный пожар и деревянные постройки в 19-18 века практически полностью выжгли. А потом была гражданская война и не восстанавливали. Поэтому потом город застроили уже в 20-е и 30-е по сталинским моделям. Так что в Барнауле в основном преобладает все-таки архитектура 20-30-х годов прошлого века. Ну затем, значит, он стал в 1937 году краевой административный центр Алтайского края. И естественно там вся вот эта новая индустриализация сталинская тоже пошла через Барнаул в первую очередь. Ну и Биск тоже. Сибирская индустриализация именно Западной Сибири способствовала парадоксально Вторая мировая война, потому что вывозили все крупные заводы из Европы в Томск, Барнаул, Новосибирск. И часто эти заводы там и после войны все тоже остались. Потому что уже оборудование вывезли, рабочих перевезли и так оно уже не было смысла возвращать. Примерно половина патронов, которыми стреляли по Гитлеру, была сделана в Барнауле во время Второй мировой войны. Потому что туда перевезли как раз вот эти патронные заводы из Москвы, Ленинграда, Одессы, Харькова. Послевоенные годы это бурное индустриальное развитие Сибири, которое через Барнаул тоже прошло. И соответственно бурная застройка Барнаула. После распада СССР индустриальный крах, разорение, все на грани банкротства. Барнаул вместо промышленного центра стал торговым. Сфера услуг, пищевая промышленность, все такое. Ну и насколько я понимаю, Красноярск продолжает оставаться в основном индустриальном центром, а Барнаул, кажется, не восстановил промышленность. Но это надо у местных спрашивать, насколько он сейчас индустриальный. Загрязнений там есть, да? Для того, чтобы Барнаул загрязнять, там предприятий хватает. Географически это лесостепь, западносибирская равнина, Приобская плата, то есть это Обь. Примерно на левом берегу в основном обито все расположено, вместе в падении реки Барнаулки. Ближайший крупный город Сибири, Новосибирск, которым я в следующем году и приступлю к Новосибирской области. Москва плюс 4. В плане рельефа это Приобская плата. То есть, в общем, не сильно там. Гор там, в общем-то, не видно, но есть перепады высот, есть нагорная часть города. Там мелкие реки, которые образуют всякие овраги. Река Пивоварка, крутые склоны в долине Аби, вот такой рельеф примерно. Климат типичный сибирский, континентальный, так как я его уже много раз обозревал, пожалуй, не буду. Вот она, схемка по климату, ну, в общем, довольно типичная для всей Сибири. Тает все примерно в апреле. Что касается растительности, вокруг лесостепь, то есть имеются, в принципе, леса там по балкам, березовые, осиновые. Рядом есть Барнаульский ленточный бор, где довольно много всяких древесных пород. Черевого муха, там лесостепи, сибирская тополь, жимолость, вот такое все. В самом городе довольно много парков, бульваров, ну, в городе типичные городские породы, тополь, там клен, рябина, березы, яблони и так далее. Экологически достаточно это все загрязнено, хотя часть предприятий закрылась. Все равно там, допустим, Алтайский завод агрегатов, вот эти все машиностроительные заводы, Барнаульский шинный завод загрязняют. Что касается воздуха, там развитый печной сектор, говорят, частный сектор развитый, который из-за печного отопления, вот он загрязняет воздух довольно интенсивно. Кроме того, автомобили, конечно, если на город брать. Ну, и промышленные предприятия тоже неплохо так там загрязняют. Вот кадмий особенно в городе Барнауле, особенно высокий ПДК по камню, раз так в 10, и в воде причем кадмий, и в воздухе тоже кадмий. Ну, в общем и все. В общем, экологическое состояние тяжелое, но вроде как полегче Красноярска или там Норильска, который серьезно загрязненный, конечно. Примерно 30% населения Алтайского края живет в Барнауле, в центральном городе. Естественный прирост небольшой, в основном миграция из Казахстана, Средней Азии традиционная. В настоящее время считается, что 96% русские, ну, как я уже говорил, там значительную часть сибирских стражилы представляют. В перестройку было по-другому. Еще в 89-м году, до того, как все поехали, там было где-то 89% русских, 5% немцев. Вообще Алтай традиционная зона именно немцев сибирских. Вот 5% было немцев, 3% украинцев. То есть где-то вот немцев и украинцев процентов 10 было еще в 80-е годы вместе взятых. Ну, видимо, потом немцы поехали в Германию. Достаточно хорошая немецкая диаспора и в Томске имеется, а Алтай известен именно украинская диаспора, Алтай и Омск. Ну, вот, видимо, либо отъехали украинцы, либо они пишутся русскими. Сейчас примерно считается там 1% немцев в Барнауле и 1% украинцев примерно. Пять районов. Железнодорожный, Индустриальный, Ленинский, Октябрьский, Центральный. Ну и там микрорайоны местные, Закеавиатор, Восточный, Затон и так далее. Символ города Герб Барнаула имеется, дымящаяся плавильная печь, увешанной золотой башенной короной с пятью зубцами. На флаге Барнаула там река Обь и в центре флага Герб города. Крупные промышленные предприятия имеются, 126 крупных и средних предприятий, 22 тысячи пролетариев в Барнауле, но это на 630 человек, то есть не так уж и много там рабочих. На предприятиях осталось, ну растет, говорят, производство, транспортные средства, оборудование, металлообработка, химия, машиностроение, перерабатывающие отрасли, это все имеется. Развитый торговый центр, раз уж он административный центр всего Алтая, соответственно там большие торгово-развлекательные центры построены, гипермаркеты, вот эти все храмы потребления нам хорошо известны, многоэтажные огромные магазины, вот это там все стоит. Продовольственные рынки огромные, крытый рынок, новый рынок, китайский рынок, старый базар и так далее, этого всего много. Ну естественно, поскольку большой город, там еще общий пит, вкусно, Бургер Кинг и все такое там есть. Транспортный узел, во-первых, Чуйский тракт, из Барнаула в Китай, и второе, федеральная трасса из Барнаула в Казахстан через Рубцовск. То есть транспортный узел, он в основном автомобильный, хотя параллельно идут железные дороги. Значит, через Барнаул идет Сред-Сип, Юж-Сип и Турк-Сип. Все они сейчас считаются западно-сибирской железной дорогой. Международный аэропорт имени Титова меньше. В основном, конечно, транспорт там автомобильный и железнодорожный в Барнауле. На Аби есть грузовой речной порт и есть пассажирооборот через автовокзал определенный. Автобусное сообщение в основном Алтайский край, ну, также вот на ВАСИП, Томской области и так далее. Регулярные автобусные рейсы в Казахстан. То есть Казахстан там чувствуется, интенсивная торговля через Алтай, естественно, с Казахстаном тоже идет. Связь с интернет через Ростелеком. В городе Wi-Fi, говорит, бесплатно не везде. Высшее образование Алтайский государственный университет. Алтайский государственный технический университет входит в сотню лучших вузов страны. Что касается науки, то имеется 11 институтов. В основном садоводческих всяких, дендрарий там, водно-экологические проблемы, технология машиностроения. В общем, институты в основном прикладные и примитим к проблемам Алтая. Имеется один из старейших в России, Барнаульский планетарий. Музей Алтайский государственный краеведческий музей. Естественно, был там Шукшин, поэтому там есть прям залы, посвященные Шукшину в городских музеях. Есть музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая, государственные художественные музеи и так далее. Естественно, есть там местные художники многочисленные. И крупная библиотека имени Шишкова. А также есть музей горная аптека. Ну, что касается архитектуры, первоначально строили по образцу Санкт-Петербурга, то есть все-таки город этого 18 века, классицизм. То, что там каменное было, от этого классицизма, оно осталось, и эти все равно там есть дома, можно посмотреть 18-19 веков. Деревянные постройки, говорят, были очень красивые, как в Томске, но все выговорили, был в мае 1917 года пожар, все выгорели, вот эти вся деревянная архитектура. Она, кстати, в Томске осталась, но ее в 90-е наоборот жгли сами уже Томские всякие бандиты, чтобы построить там большие здания. Но кое-где в Томске еще деревянная архитектура традиционная есть, с резными этими, сибирская именно, с резными окнами. Вот она была и в Барнауле, но вся сгорела. Вместо сгоревшего понастроили конструктивизм сталинский, и такого тоже очень много. То есть это вот застройка 30-х, 50-х годов на главной улице города, на проспекте Ленина, тоже ее очень много, на бульварах и так далее, это все сталинское. Ну, современные тоже понатыкали. Зоопарк в 2010 году из памятников. Памятник Шукшину, памятник Высоцкому, имеется в городе, памятник Пушкину, памятник Ползунову, который паровую машину построил, первый в Сибири и России. В 2010 году открыли памятник Цою и жертвам политических репрессий. Также есть памятник крестьянам-переселенцам на Алтай. Это что, Столыпинским, наверное, не знаю. Говорят, памятник Ленину снесли и поставили памятник Столыпинским переселенцам, наверное, я не знаю, памятник не видел. Там Челдон или переселенец нарисован именно, или Новосел. Надо посмотреть. Есть местное телевидение кабельное Катунь-24 и частный городской канал Толк-ТВ. Печатное издание местное «Свободный курс», «Вечерний Барнаул», «Алтайская правда» и тому подобное. Из религии, естественно, православие с массой церквей, но есть соборная мечеть мусульманская. 10 тысяч человек, говорят, мусульман в городе. Но там 630 тысяч человек, население это 10 тысяч мусульман, это 1-2% там, конечно, населения. Еврейская община с Сульпаном, староверов довольно много, традиционных в Сибири вообще много, поэтому староверческие там довольно много общины, храмов староврядческих. Есть немножко всяческих баптистов, лютеран и тому подобных, кришнаитов тоже хватает. Ну вот, кратко о Барнауле.